Как вы думаете, почему некоторым дано получить желаемое стать счастливыми женщинами, а другим не дано? Как вы думаете, в чем причина? От чего это зависит? Понятно все в нас, это мы уже поняли. Понятно, что оптимизм, пессимизм. Берем мы оптимисты. Все, кто ко мне обращается, 99% оптимистов, потому что пессимисты, они как бы, а зачем мне психолог деньги тратить? И так все лучше уже не будет. Что мне психолог? Деньги подарю. Дальше. В настроении, желаниях и действиях. Хорошо. Основные, скажем, основные причины, я сегодня коснусь 3-4, перечислю вам причины, записывайте их, потому что они вам дадут почву для размышлений. Думаю, что правильно было бы с детства. Да, да, с детства это понятно, это понятно, да. То, что осознается, да, 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 то, что одно, но это, это говорит, это наше топливо. Нам не хватает психологических сил двигаться к желаемой цели. Правильно? Нам не хватает психологических сил, потому что для того, чтобы к этому двигаться, нужно же постоянно себя подструнивать. Ну, давай, давай, не отставай, давай вперед. Вот, чего разлеглась, посмотри на себя, быстренько зарядку сделала, быстренько привела себя в порядок, волосики, все, посмотри, какая хорошенькая. Мы же себя не каждый день так заставляем, правильно? Но мы должны это делать. Вот этого топлива нам не хватает. Верить в свою мечту, правильно? Психологических сил не хватает верить в свою мечту. Вот это первое. Хорошо, что еще? Как вы думаете? Уже каждый день заставляем, спасибо вам. Молодцы мои вебинарщики. Давайте, 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 не отвлекаемся. Что еще? Что еще? Хорошо, еще раз вопрос. Почему мы так стараемся, некоторые из нас стараются, но не достигают желаемого результата? Первая причина – нехватка психологических сил. Сегодня хочу, сегодня стремлюсь, а завтра уже… Не трогайте меня. Дайте мне сериал досмотреть, 215-ю серию. Вот там любят, вот там настоящая любовь. В моей жизни этого не будет. Неправильно стараются. Вот, неправильно, не в том направлении. Правильно, кто такая умная? Оксана, молодец. Молодцы, допускают ошибки. Правильно, да-да-да-да. Изменяют. Нет мотивации. Совершенно верно. Нет мотивации – это те же самые психологические силы, которые нам не хватает, которые заводят. Это наш бензинчик, на котором мы работаем. Энергия. Энергия. Психологические силы – это энергия, насколько мы в себе эту энергию воспитываем. Поэтому очень важно себя постоянно подшпиливать, поддергивать, задевать. Давать себе себя. Стараться нужно для себя. Да нет, для себя мы не стараемся. Это ерунда все. Психологические силы. Где брать психологические силы? Приходите на теорию любви. Я вам дам такой обзор психологических сил, что вы забудете о том, что у вас их не было когда-то. Опускаются руки. Вот до этого правильно было сказано. Неправильно выбрано направление. Что это значит? Это значит, что за моей целью стоит ложное представление о счастье. Вот скажите мне, какие у вас цели в жизни, во взаимоотношениях? Вот, думает девушка, будет у меня шубка норковая, и я буду счастлива. Будет у меня сумочка от Дульчи Габбана, и усё. И вся рублевка ляжет у моих ног. Будет у меня романтические отношения, красивые, и всё. И мне больше в жизни ничего не надо. Не-не-не-не, вот ещё одна. Встречу богатого мужчину, и всё. И я счастлива. Быть счастливой, наполненной, быть любимой, сильным, настоящим мужчиной. Почувствовать себя любимой. Надо реально мечтать по-крупному. По-крупному, да. Почему? 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 Когда женщина думает, что вот у меня будет какой-то мужчина, который появится. Да? Вот, в моей жизни я его сразу окручу, и сделаю, значит, сразу счастье. Но он появляется, вы его окручиваете, и ничего не происходит. Счастье не получается. Потому что неправильно поставлена, неправильно выбрана цель. Мужчина не может быть целью. Богатый мужчина тем более, потому что он вам купит, да, я не знаю, дом, машину, сумочку и шубку. Но он, за этим нету счастья. Потому что все перечислено, это ложное представление о счастье. А то, что мужчина будет хорошо зарабатывать, это ложное представление о счастье. Потому что мужчина будет хорошо зарабатывать. Но будете ли вы при всех благах, которые будут в вашей жизни, счастливой женщиной рядом с ним? Ошибаетесь. Ошибаетесь. Ложное представление о счастье. Это ряд удовольствий. Вы удовлетворяете свои низменные чувственные потребности, которые день-два и все. И вы уже птичка в золотой клетке и кричите там своим подружкам. Эй, на какую тусовку вы пошли, возьмите меня с собой. Что происходит с людьми в этом смысле? Помните о том, что удовлетворение своих потребностей не дает ощущение счастья. А вот что дает ощущение счастья, это теория любви вам ответит на эти вопросы. Видите, как я вас заманиваю, заманиваю вас. Третья ошибка, которую допускают женщины, это неправильно выбранные средства для достижения цели. Потому что, если цель поставлена правильно, тогда заманивайте. Если цель поставлена правильно, то есть план действия неправильных, вот ошибочных действий, которые не приводят вас к тому результату. И это и является тому, что женщина не может достичь желаемого. Поняли? Вам последнее понятно? Нету знаний. У вас нету знаний, на правильном ли вы пути. Как вы можете понимать, вот я иду по этому пути, на правильном я или нет? Вы же откуда вам знать? Вас же мы ничего не учили. Как с мужчиной себя держать? Как его вести? Что можно сделать на первом этапе отношений? И это самое совершенно нельзя делать уже в развитых отношениях, которые ведут к браку. То, что можно, то, что нельзя сделать на начальном этапе взаимоотношений и нужно делать в развитых отношениях. Вы же не знаете ничего об этом. Как вы можете прийти к заведомой цели? Каких мужчин выбирать? Вы знаете? Как прийти к заведомой цели? Для этого нет никаких инструментов, чтобы понимать, на правильном ли я пути. Вот и все. Спасибо за откровенность. Нет, нет, нет. Отлично. Мне нравится такая классная солидарность на нашей сегодняшней тусовке. Одна женщина, я пишет, моя клиентка. Елена, каково было мое удивление, когда я осознала тот факт, что мечта моя полностью реализована. Это случилось через несколько лет после наших с вами занятий, в которых вы буквально заставляли меня действовать и верить в себя. Помню, как сейчас. Сижу в курилке своего общежития после очередной встречи с вами. Думаю, как можно поверить в свою мечту, когда здесь такое. Сижу я и думаю, а если б не заставили вы меня работать над собой, то что? Так и сидела бы я в своем общежитии. Я слышу ваши бурные аплодисменты. Спасибо вам. Спасибо вам. Это спасибо вот этой женщине, которая вот так, со всей силы, со всей мощи направила всю свою энергию на реализацию своих желаний. Не побоялась мечтать. Не побоялась дать себе возможность поверить в свою мечту. А что было четвертой причиной? Так, повторим. Первая причина. Давайте, давайте повторим, девушки. Давайте повторим. Я вижу запрос. Первой причиной, чтобы всем было понятно, все знали. Что является причиной? Первая нехватка психологических сил. Вторая. Как вы сегодня, как вы сегодня урок, да, неправильно выбранная цель. Правильно. Третья. Неправильно выбранные средства. Знаний нету, да? Знаний. Я хочу, чтобы вы понимали неправильно выбранные средства, а за этим стоит знание. Вам не хватает знаний. Четвертая. Ну, хорошо. Только для вас. Только потому, что вы меня на слове ловите. Вам скажу. Страх перед разочарованием. Женщина боится, что не свершится. Поверить в свою мечту страшно. Так и запишите. Страх неудачи. Да. Но это, скорее всего, не страх неудачи. Это страх довериться своей мечте. Вот так скажем. Страх довериться своей мечте. На самом деле, это очень глубокий страх. Очень глубокий страх. И когда я женщину подвожу к этому, я ставлю перед ней выбор. Значит, ну, дорогие мои, или вы выбираете путь к тому, чего еще нет, но очень хочется. Или вы ничего не выбираете. Остаетесь в том, что у вас есть. Это ваше право. Имейте в виду. Психолог делает все возможное для того, чтобы вас замотивировать. Но, если вы находите причины отговорить себя идти по этому пути, потому что путь сложный, путь сложный, путь тернистый. Но если вы отговорите себя идти по этому пути, вас никто не заставит. Мои вебинарщики и мои клиенты знают, что я не отстану, пока мне не скажут, все, Елена Юрьевна, я устала, оставьте меня в покое, дайте мне в депрессии хорошо, там тепло и уютно, никто меня не трогает, мне хорошо, оставьте. Дайте мне доживать свой век, вот так. Да, вот это, так скажем, страх довериться своей мечте и приводит к тому, что женщины отступают. Но, имейте в виду, я не отступаю. Я не схожу с пути, пока или женщина у меня замуж выходит, или она сама, так скажем, ретирует от того, что ей не хватает мотивации. Она не хочет, ей лень. Ничего в этом смысле, ничем не могу помочь. Да. Так, хорошо. Следующая тема, которую я сегодня хочу затронуть. Когда женщина пытается дружить с мужчиной, которого любит. Вопрос. Когда взаимоотношения, которые, которые, уже, так скажем, по пути формирования отношений. Я не говорю на начальном этапе. Помните о том, то, что можно на первом этапе, нельзя в будущем. То же самое касается дружбы. Дружить. Что происходит с дружбой? Я для того, чтобы быть вам, вообще, более, так скажем, доступной и открытой, я решила, разрабатывая эту тему, я решила заглянуть в Википедию. И что я там нашла? Дружба. Это взаимоотношения между людьми, основанные на любви, доверии, искренности, взаимной симпатии, общих интересов и увлечений. И там, бадам, 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 и далее. Слушайте очень внимательно. Дружба исключает сексуальные и любовно-эротические чувства по характеру, мотивации. Обычно считается, что для дружбы характерны отсутствие сексуального влечения. Так чего же мы с мужчинами дружим? Чего же мы им свою дружбу доказываем-то? Зачем мы это делаем? Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok